проведем небольшой мысленный эксперимент представьте себе что мы не знаем ни о каком техническом анализе и риск менеджменте и на таком графике через равные промежутки времени совершим 10 сделок вопрос при каком условии можно было здесь заработать привет это адмирал с меня зовут лимбиту сразу оговорюсь это мысленный эксперимент случайно входить не нужно оторговать не соблюдая риск менеджмент грубейшая ошибка при таком графике мы смогли заработать только если покупали в такой ситуации если вы видите рост и каждый раз покупаете то закроете в плюс все сделки почему потому что в данной ситуации у вас стопроцентное понимание движения цены обратите внимание что при таком понимании рынка нам не нужно знать ни точек входа не того как управлять сделкой но что если мы не понимаем что стоит за графиком цены что если все сделки были короткими если первый случай это стопроцентное понимание графика то второй нулевое и вот здесь нам пригодится риск менеджмент не для того чтобы заработать а для того чтобы все в раз не потерять поэтому первейшая задача риск менеджмента безопасность если вам интересно узнать больше о поведении цены не забывайте подписываться на канал и жать на колокольчик так не пропустите все новое и полезное выход из сделки это только один аспект прибыльной торговли если хотите полную картину посмотрите видео как с нуля за пять шагов создать торговую стратегию ссылка будет в описании теперь посмотрим на такой график те же равные промежутки и также совершаем случайные сделки согласитесь ситуация не такая понятная как в первом случае в лучшем могли заработать двух сделках из десяти это если решили открыть лонг но если в подобной ситуации у вас риск был жестко ограничен и вы активно управляли сделкой то убыток свелся к минимуму а может даже немного заработали какой из этого можно сделать вывод жесткий риск менеджмент не заменит понимание движения цены но позволяет существенно обезопасить торговлю ключевым показателем риск менеджмента является соотношение прибыли к риску сделки попробуем разобраться какое соотношение прибыли к риску оптимальное ведем некоторые условия для упрощения ситуации пусть сделка приводит к двум конкретным исходам либо прибыль по цели либо убыток по стопу комиссия пусть будет неизменной это все только для создания понятной модели если в дальнейшем заходите в этом покопаться глубже то используя эту идею и электронные таблицы можно доработать все под себя чтобы потом вернуться к этому видео не забудьте поставить ему лайк пусть риск в пунктах тоже будет постоянно исходя из этих условий создадим таблицу в которой учитывается процент прибыли сделок и какое соотношение прибыли к риску в этом случае будет приводить к прибыли процент прибыльных сделок напрямую зависит от понимания движения цены комиссия и риск это параметры риск менеджмента и выбора брокера то есть управление капиталом а соотношение прибыли к риску это баланс между пониманием поведения цены и управлением риском баланс потому что определение точки выхода важнейший навык в трейдинге посмотрим как при помощи тех анализа можно определять где выходить из сделки самая главная точка выхода это ближайший уровень по направлению движения цены это может быть графический уровень то есть уровень где на истории был разворот или технический уровень например круглая цена следующие возможные варианты выхода потенциал графических фигур точка выхода это венец сделки но чтобы сделка принесла прибыль необходима подготовка об этом снял ролик три самых важных шага перед открытием сделки ссылка на него будет в описании это не означает что вы закрываете сделку когда цена достигла двух диапазонов флага или треугольника но и бездействовать в такой ситуации ошибка здесь вы либо закрываете часть позиции либо переносите стоп но не сидите сложа руки иногда возникают такие ситуации когда вы не видите ближайших уровней на расстоянии больше двух рисков тогда лучше всего исходя из таблицы либо перенести стоп под зону двух рисков либо закрыть часть для того чтобы лучше понять где искать место для выхода из сделки пройдем тест тесте будет 10 примеров для того чтобы засчитать себе правильный ответ нужно определить все места для цели на графике если одно из правильных мест не определили вопрос не отвечен посмотрите на график цена сейчас находится в этой точке ваша задача сказать какую сделку откроете и где наметите цель для выхода на цели можно выйти полностью или закрыть только часть позиции если хотите чтобы от теста было больше пользы объясните лучше письменно почему пришли к такому решению обратите внимание что тенденция нисходящая цена находится под уровнем сопротивления поэтому рассчитывать в этом случае на первый и второй вариант ошибка второй пример немного сложнее но если учтете мои предыдущие замечания то он для вас не составит труда на что в данном случае стоит обратить внимание тренда нет и цена приблизившись к уровню сопротивление не может его преодолеть поэтому рассчитывать на первый вариант неверно во втором тесте как и в первом цена находится под уровнем сопротивления а это не дает нам повод рассчитывать на прибыль при покупке если бы подобная ситуация сложилась на тренде то можно было бы говорить о вероятном пробой но здесь тренда нет пример 3 прежде чем отвечать подумайте где можно провести уровни если тренд а если есть то какой пример с одной стороны простой но на нем можно хорошо показать логику рассуждений выборе места для выхода сразу отбросим первый второй вариант потому что подтвердилась нисходящая тенденция остается вопрос почему уверен вариант 3 и 4 начнем с третьего цель на уровне объясняется тем что при агрессивном стопе там будет зона прибыли равная двум рискам четвертый вариант цель получена если отложим два диапазона вниз это как раз тот случай если не можете определить цель по ближайшему графическому уровню четвертый пример интересно вы вспомнили про круглые уровни вначале я не говорил в данном случае уровень 85 долларов за баррель это важный уровень для нефти пятый пример здесь очень важно оценить текущую тенденцию в данном примере тенденция растущие максимумы растут минимумы растут цена подошла к уровню второй вариант укладывается в два риска 1 это очень хорошая цель как думаете где был еще хороший вариант для цели подумайте и напишите в комментариях кто не сможет определить скачать эту презентацию без регистрации из группы вконтакте учимся зарабатывать на бирже там будет ответ пример шесть для правильного ответа здесь нужно было обратить внимание на тренд и на уровень а дальше смотрим на ближайшие уровни поддержки седьмой пример он немного сложнее но если вы серьезно проработали прошлые вопросы то он не должен застать вас врасплох обратите внимание что движение вниз гораздо сильнее роста цена подошла к уровню сопротивления и встала под ним те кто здесь открывал покупку ушел против тренда и входил на покупку прямо под уровнем сопротивления пример 8 восьмой пример это классический вход на откате к уровню по тренду если не видим ближайшую цель то ее можно определить исходя из двух рисков помните что закрывать здесь позицию не нужно но обязательно часть прикрыть так чтобы если цена пойдет против вас сделка закрылась без убытки девятый пример это тест на ваш уровень в трейдинге скажите что вам здесь хочется сделать купить или продать если решили продать поздравляю вы уже не новичок в трейдинге как определили место для цели очень просто это два диапазона флага согласитесь гораздо проще сидеть сделки когда она уже не может вам принести убыток пример 10 пример сложнее так как тренд слабо выражен хотя если обратить внимание на понижающиеся минимумы можно догадаться о нисходящем движении но здесь главное уровень цена вплотную подошла к сопротивлению а как помним под уровнем сопротивления покупать нельзя а сейчас подведем итоги по тесту подходите к торговле ответственно трейдинг связан с высокими рисками для вашего капитала а доходность не гарантирована если набрали меньше пяти баллов тест не прошли от пяти до восьми средний результат лучше попробовать еще раз 9 и выше баллов отличный результат если понравился ролик ставьте лайк поделитесь им с друзьями напишите комментарий расскажите сколько баллов набрали в тесте с первого раза подписывайтесь на youtube канал адмиралс и не забудьте нажать на колокольчик чтобы не пропустить новое видео всем спасибо и до новых встреч